Первый восстал против Советского Союза, грузинский народ. Первый восстал. Почему он сейчас вдруг, вы думаете, сложит лапки? А что-то я подумал, наверное, не сложит. И смотрите, что сделало у них. Главное же как, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, но похоже у грузинов нашелся вожак. Нашлась вожака. Вожака, правильно, феминитив от слова вожак. Вожака нашлась. Соломе Зоробишвили, президент Грузии. Вчера вечером, уже после нашего с вами стрима, она заявила, что не только не признает результаты парламентских выборов, она назвала эти выборы российскими. Использовались все методы, говорит Солома Зоробишвили, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии оболванивания, фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны. Российское голосование назвало... Прошедшее голосование, простите, заговариваюсь сегодня, понедельник, день-то у всех тяжелый, не только у вас. Я отчасти поэтому решил сегодня, Абрамович, строить понедельник же. По понедельникам кто-то же должен попасть под раздачу. Вы подпишитесь, чтобы не пропустить ни одного понедельника, подпишитесь на канал, Стульман. Голосование назвало российскими выборами, обвинило власти в лишении граждан прав, обеспеченных Конституцией. У нас отобрали институт выборов, потому что после этих выборов очень сложно представить, каким будут выборы в будущем, если что-то не изменится. Они отобрали наше конституционное право на выбор. Ну и дальше, говорит, не признаю результатов. Выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признать вхождение сюда России, подчинение Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили. И мы этого не примем. Никто не может забрать у Грузии европейское будущее. И Солома Зарубишвили призвала грузинов сегодня в понедельник собраться в 19.00 на площади Руставели. Площадь Руставели? Ну да, наверное. Я думал, у них проспект Руставели. Простите, я просто не знаю вашу географию города. Хорошо? Чтобы объявить всему миру, что мы не признаем эти выборы. В понедельник 19.00 это когда у нас будет 17.00. То есть вы увидите выпуск, когда уже как раз грузины начнут собираться на площади Руставели вместе с президентом. И дальше, вы знаете, понеслось. Понеслось. Похоже, все-таки нет. Все это мы наблюдали только начало этой истории. Потому что четвертый президент Грузии, Георгий Марк Гвелашвили, также заявил о непризнании результатов парламентских выборов. Я не приемлю парламент, основанный на лжи и фальсификации. А почему это забавно? Забавно, интересно и увлекательно. Потому что Георгий Марк Гвелашвили, четвертый президент Грузии, он избран от партии «Грузинская мечта» был. То есть вот нынешний президент Солома Зорубишвили, это пятый президент Грузии. До этого кто были? Взвиад Гамсахурдия, Эдуард Шеварнадзе, Михаил Сагаркашвили. И после него четвертый президент, Георгий Марк Гвелашвили, и сейчас Солома Зорубишвили. И Георгий Марк Гвелашвили был избран от партии вот этой самой, вот этой самой пророссийской партии «Грузинская мечта» с 2013 по 2018 год. И он тоже не признает результаты выборов. Вот как интересно. Их же собственный соратник не признает результаты выборов. Похоже, что Солома Зорубишвили может стать новой Нино Бурджанадзе, которая дважды была исполняющим обязанности президента Грузии, она ни разу не была президентом, но она была, безусловно, лидером революции РОС вместе с Саакашвили, которая привела Саакашвили к власти. Вот сейчас, что будет сегодня в Грузии, не знаю, не знаю, не знаю. Но обе стороны готовятся к затяжному конфликту. Сегодня в Тбилиси летит Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Будут проведены очные и расширенные встречи Ираклия Кабахидзе и Виктора Орбана, которые выступят с совместными заявлениями. Кабахидзе – это нынешний глава, премьер-министр Грузии, который назначен партией «Грузинская мечта». Интересно, да, получается, картина, что Орбан приезжает как бы защитить результат. То есть Орбан понимает, что на площади будут протесты, и он будет там своим телом закрывать партию «Грузинская мечта» и закрывать вход в парламент, видимо, своим телом для оппозиции. Видимо, так это все предполагается сделать. Американцы просыпаются. Но они же просыпаются поздно, американцы. Вот я записываю этот ролик, а у них еще вот только утро, понедельник. Это у нас тут уже, а у них утро. И Госдеп США уже в лице Блинкена заявил, что результаты выборов надо проверить, и процесс голосования надо подвергнуть проверке. Это уже заявил Энтони Блинкен. То есть, если я вчера ему говорил, что заявил там Хельсинский комитет, американский или отдельный сенатор, и сегодня это уже Энтони Блинкен, Госдеп США. Да, завтра будет больше. Потому что европейские страны, многие, по крайней мере, страны Балтии, уже заявили о непризнании результатов выборов. И вот сегодня, я думаю, что может оказаться, что история этих выборов только раскручивается, только начинается. У нас вообще неделя выборов. Прямо когда говорили в начале этого года, что это супергод выборов или год супервыборов, когда во всех странах подряд выборы, то оказалось, что все эти супервыборы, они все сосредоточились в кусочке в 2-3 недели, как говорится. Ну, наша любимая фраза – 2-3 недели. Потому что на прошлой неделе у нас был первый тур выборов Молдовы, сейчас выборы парламентской Грузии. В пятницу, нет, извините, в воскресенье предстоящее 3-го числа второй тур выборов президента Молдовы. И вот Александр Стоян-Угло. Это тот человек, который занял второе место после Майя Санду в Молдове. Майя Санду набрала 42%. Александр Стоян-Угло набрал 26% или 28%. Простите меня, уважаемый Александр Стоян-Угло. Не вспомню точно. Именно между ними второй тур выборов пройдет в ближайшее воскресенье. И вот Александр Стоян-Угло поспешил успокоить кого? Правильно, нас, украинцев, чтобы мы особо там не бузили в Молдове. Он сказал, что поддерживает Украину в войне против России, и что при его президентстве отношения между двумя государствами только укрепятся. Мы будем развивать хорошие отношения со всеми партнерами по развитию. Мы поддерживаем Украину в войне. Мы им оказываем гуманитарную помощь. Я говорю, что наши взаимоотношения вперед в новое президентство только укрепятся. Сейчас есть только милитаристские высказывания. При этом самого Стоян-Угло там называют в Киеве, у нас тут знают как человека Москвы, хотя во время дебатов он назывался сторонником евроинтеграции и предлагал подписать акт о необратимости европейского пути Молдовы. Тут ведь в чем сейчас ситуация, что Александр Стоян-Угло попал действительно в такую неудобную ситуацию. Если он сейчас начнет говорить, что я против Евросоюза, а как? Уже же референдум-то прошел, он уже закончен. Уже это становится частью Конституции. По результатам референдума обязаны внести пункт, причем парламент скорее всего это сделает, потому что парламент контролироваться еще будет какое-то время партией. Майя и Санду, даже если она проиграет выборы. И получается, что в Конституции будет написано, что мы идем в Евросоюз. А если президент при этом говорит, что мы не идем в Евросоюз, это как-то косяк, правильно? Вот, поэтому Александр Стоян-Угло попал в такую вот интересную позицию. Ну что ж, второй тур. Мы ни за кого не болеем. Мы же не Молдова. Мы не из Молдовы. Мы ни за кого не болеем. Ну, официально. Да, стоять. Официально ни за кого не болеем. Так ты по жизни можешь думать все, что хочешь. Но официально канал Шетельман позиций не занимает. Так же, как и по американским выборам. Я же не американский, а журнал. Это журнал «Экономис» может позволить себе написать. Мы поддержим такого-то. Или «Вашингтон-Пост» напишет. Мы поддержим такого-то. Сегодня, кстати, будет разбор статьи из «Вашингтон-Пост». Еще до того, как мы доберемся до Абрамовича. А до Абрамовича мы обязательно доберемся. Я уверен, и не только мы. Да. В Болгарии прошли тоже парламентские выборы. Причем, судя по экзит-полам, победили правоцентристы. Вот. Набрали 24%. Второе место – проевропейская антикоррупционная партия, которая называется «Продолжаем перемены демократической Болгарии». И только на третьем месте – пророссийская партия «Возрождение», которой прочили там большой хороший результат и чуть ли не победу. Набрала всего 12%. Это, если верить экзит-полам. Но, судя по всему, Болгария будет сформирована абсолютно проукраинское и проевропейское правительство. С чем я нас всех и поздравляю. Мы же боялись, что Болгария может окажется чуть-чуть слабоватым местом. Нет. Сильное место Болгария для нас. В Литве, прошу не пугаться, уходит в отставку министр иностранных дел Литвы Габриэль Юс Ландсбергес. Почему пугаться или не пугаться? Это наш очень большой друг. Это человек, который первым делал заявление «Все в поддержку Украины» всегда самые жесткие в отношении России и россиян. Прямо лидер антироссийскости со стороны Литвы Габриэль Юс Ландсбергес. Но его партия проиграла выборы. И он сказал, что он не пойдет в парламент в этой ситуации, потому что он проиграл даже на своем избирательном округе. Скорее всего, правительство возглавит Виле Блинкевича или представитель ее партии. Она просто лидер партии литовских, господи, как называется партия, простите меня, забыл. Ну забыл, как называется ее партия, но неважно. В общем, а, это социал-демократы, конечно, социал-демократы победили. Виле Блинкевичу-то она сейчас депутат Европарламента, поэтому вопрос, вернется ли она в Литву и возглавит правительство, или остается в Европарламенте, а кто-то другой возглавит правительство. Но она уже заявила, что внешняя политика Литвы не изменится, помощь Украине останется приоритетом для властей. А ведь Литва один из лидеров по объему помощи Украине, если пересчитывать на долю ВВП. А также, а у нее 3,2% ВВП идут на оборону, что для Европы один из лидирующих показателей. То есть критериям Трампа она вполне соответствует. Вот на кого Трамп не будет ругаться, если на следующий день он победит на выборах, то это на Литву. На войне все очень по-прежнему тяжело вообще, несмотря на нашу помощь Камчатке. Мы сделали то, что могли вчера, и еще сделаем на этой неделе одно небольшое дело, я потом вам расскажу. Интересное новое для нас, но это потом. Про перемещение войск рассказывать не буду. Послушайте военных экспертов. Вот тут я не хочу лезть в чужую парафию, или в чужую епархию тоже не хочу лезть, потому что боюсь просто ошибиться. Вот тут слишком много всего движется, чтобы я что-то говорил. Когда картина ясна, когда дым войны рассеивается, я могу вступить со своими, вставить свои 2 шага, ну в смысле шаги у нас переместно копеек. 2 копейки теперь вставлять нельзя, вставляем теперь 2 шага по любому российскому движению. Но статистику-то я по-прежнему наблюдаю. 1680 россиян вчера полегли на полях боев, это много. То есть бои ужасно интенсивные. Ужасно интенсивные бои, по крайней мере до вчерашнего вечера, шли вот там на Донбассе. 40 БТР и 51 артиллерийское орудие. Но россияне продолжают свою террористическую деятельность. Ночью обстреляли Харьков, повреждена девятиэтажка. Среди пострадавших есть дети в том числе. На данный момент 7 пострадавших, в том числе девушка 16 лет, парень 13 лет, пострадали перекрытия в жилых домах. Ночью также ударили по Херсону. Там двое погибших и четверо раненых, среди них ребенок. Это все российская артиллерия бьет по Херсону. Погибли две женщины в возрасте 50 и 71 год. Вот мешали россиянам жить женщины 50 и 71 года. Без них россияне не могли быть счастливы. Понимаете, россияне не могли доедать свой смузи на патриарших прудах без этого. Те россияне, которые сегодня доедают свой смузи на патриарших прудах в Москве, должны понимать, что это они виновны в том, что убили женщин в Херсоне 50 и 71 года. Что они убивают пенсионеров в Херсоне. Но это так. Те, кто живет сейчас беззаботно в России, ничего не делают для того, чтобы постановить эту войну. Ничего не делают, чтобы помочь Украине. Тот автоматически принадлежит вот к тому лагерю, который убивал сегодня этих женщин в Херсоне. Ну, а обмены ударами, значит, во-первых, хорошая новость пришла из Израиля. Израильская армия 100 с лишним самолетов наносили, когда удар по Ирану, то случайно, видимо, бомбой задели. Завод по производству беспилотников в Шамсабаде. Шамсабад. Шамсабад, Шамсабад, Шамсабад. Шамсабад – это город в Иране. Уничтожен завод также по производству боеприпасов там же, в Шамсабаде. Шамсабад. Это интересно, тамсабад. Шам – это на иврите там, то есть как бы тамсабад. Шамсабад и Кансабад. Два города у них должно быть. Один здесь сабад, другой там сабад. Но неважно, это еврическая игра слов. Не обращайте внимания, это я туплю, понедельник, день тяжелый. Ну, лучше лайк поставьте, может, я поумнею. Пожалуйста. Шетельман сразу умнеет от каждого лайка. Я не уклон до стервенею с каждым лайком. Ну, вы поняли, да, кто это написал, песню? Наверное же. Старые рокеры помнють, помнють, да. Мы подожгли тем временем спиртзавод Воронежской области. Что нам не дает покой этот русский спирт, не знаю. Не даем мы спиться русскому народу. А еще говорят, что украинцы спаивают русский народ. А мы наоборот, бомбим и бомбим спиртзаводы. Бомбим и бомбим. Хотя, это же другая нация спаивает русский народ. Я простите, я забыл. Во мне же смешались все эти крови уже. За эти выходные один вертолет К-52 упал в Керченский пролив. Что просто нам приятно, потому что чем больше русских вертолетов плавает в Керченском проливе, тем меньше их летает в нашем небе и нас убивает. А в Рязани мы подожгли НПЗ. Впрочем, мы это НПЗ уже поджигали. Поэтому, если раньше я бы посвятил этому 20 минут, то сейчас, видите, за минуту справился. Крым. Этой ночью мы обстреляли Крым. Судя по всему, обстреливали мощно. Это много. Восемь взрывов в районе Симферополя, в районе аэропорта. В Джанкое районе 20 взрывов. В поселке Гвардейское взрывы. Местные жители сообщили, что в Гвардейском был очень сильный взрыв. Везде есть аэродром оккупантов. Других результатов у меня пока нет. Надеюсь, что к вечеру вы-то будете уже знать больше меня. И это будут радостные новости по поводу этих взрывов в Крыму. Но мне пока нечего сказать. Я только задумался, что-то давно мы Крым как-то не трогали. Что-то нас Крым что, не беспокоит, что ли? Тут же тронули. Тут же. Да, трогай, соврасушка, трогай. Лукашенко тоже тронул Крым, но в другом смысле. Лукашенко ни с того ни с сего заявил, что Крым, значит, де-факто Крым российский, а де-юре нет. Потому что юридически это вопросы односторонне урегулированы. В смысле, только Россия считает Крым своим, заявил вдруг ни с того ни с сего Лукашенко. Да, хотя раньше говорил другой, в 21-м году говорил, что после референдума Крым де-юре стал российским, а теперь считает, что де-юре украинский. Вот так коня на скаку остановит и на лету перекуется товарищ Лукашенко, который нам, конечно, совсем не товарищ. Но, мне кажется, это сильное заявление. Вот так Россия теряет даже таких верных вассалов. Даже таких верных вассалов. А в оккупированном Бердянске, кстати, мы взорвали железнодорожный мост, но тоже подробности, наверное, вечером будут об этой истории. Статья в Вашингтон-Пост, на которую я ссылался, о которой я хотел с вами хоть что-то сегодня проговорить, это статья о перегреве российской экономики. Написала ее Робин Диксон, и она собрала кучу мнений, кучу данных. В общем, речь идет о том, это пока нас слабо радует, потому что мы уже так долго слышали о том, что российская экономика вот прям со дня на день сдохнет, а она как-то все не дохнет. Все не дохнет, но признаки-то правда есть. Ну, какие признаки? Вот то, что они берут, постоянно безумно повышают эту выплату своим мясным человечкам. То, что они постоянно повышают учетную ставку Центробанка и довели это 21%, как мы вчера говорили, это все говорит действительно о том, что такое перегрев экономики. Значит, туда накидали бабла, которая ничем не обеспечена, и весь этот экономический рост фуфловый и обеспечен вот этим баблом. Но к чему это привело? Вот, собственно, Робин Диксон, тут важно, что это Вашингтон-Пост. Была бы это российская газета, я, может быть, бы и на русском языке, и хрен бы с ними. Но нет, это сообщают как бы американцам. Американцам сообщают, что там вообще на России творится. Итак, в Сибири не хватает водителей автобусов. На русских фермах и этих самых молочных, как это называется, ну, где, короче, дуют коров, зарплаты стали больше, чем в IT-индустрии. Дальше. В гостиницах нет персонала, нет некому убираться и так далее, и так далее. При этом россияне после терактов в Крокус-Сити, они стали массово, десятками тысяч депортировать таджиков, узбеков и так далее, то есть рабов, которые у них, собственно, их обслуживали. И, мало того, не пустили, там у них были разрешения, нужно работать, но их не пустили, более 100 тысяч таджикских, например, работников, которые должны были эти рабочие места занимать. А откуда это все взялось? Потому что массированные затраты на войну, они, собственно говоря, и увеличили безумно вот эти самые зарплаты. А дальше частные компании вынуждены были тоже со страшной силой поднять зарплаты. И частные компании жалуются, говорят, слушайте, ну мы просто не можем платить такие зарплаты, потому что мы вынуждены, вот там, например, был пример, что люди, которые упаковывают пиво, что ли, заматывают в пленку пиво, получают по 4 тысячи долларов. 4 тысячи долларов зарплаты в месяц. Хотя средняя зарплата у них в России 700 долларов, эти получают по 4 тысячи. Дальше указывается, что вот 31 тысяча 200 долларов теперь составляет бонус за подписание в Белгороде, если ты идешь на войну, поэтому все вынуждены платить какие-то безумные совершенно деньги работникам, если им вообще нужно работать. И вот решение Эльвира Набиулиной поднять эту ставку до 21 процента, комментирует Вашингтон-Пост, что это признаки того, что точно в России стагфляция. Стагфляция – это когда у вас сумасшедшая инфляция, а экономика не растет. К чему это все приводит? Ну вот раньше человек брал ипотеку, пусть под большой процент, но экономика росла, его доходы росли, и он, в принципе, выплачивал эти проценты. А сейчас экономика будет либо стоять, либо падать, а чтобы взять ипотеку, надо платить 25 процентов в год от ипотеки. Ну то есть ты взял миллион, тебе надо 250 тысяч только процентов заплатить в следующем году, а твои доходы не растут. Это только проценты, это ты еще не выплачивал никакой ипотеки. Вот об этом эта статья. Что тут я приведу, может быть, пару примеров. Значит, по опросам Российского Союза промышленного предпринимателя, 82 процента предприятий столкнулись с тем, что им просто негде взять работников. А безработица 2 процента, это все прямо напоминает один в один гитлеризм. Гитлеризм, потому что при Гитлере было то же самое. Нулевая безработица, все работают на, все заняты на военных заводах. Но и военные заводы они не могут больше наращивать, потому что они запустили на 100 процентов все производственные цепочки, все производственные мощности, все производственные линии. А новую создать, так это годы уйдут, а при санкциях так еще и десятилетия. Вот они опять-таки упоминают доску объявлений Авито, на которой, как они пишут, потому что этот пост пишет, объявления буквально в смысле истерические. Значит, вот фабрика шоколадок Сникерс, ну это известно, да, срочно требуются работники, их будут три раза кормить в день и давать им жилье, и предлагают все зарплаты 4100 долларов в месяц. 4100 долларов в месяц. Нормально вообще? 4100 долларов в месяц. В Астраханском крае 3600 долларов в месяц за такую же работу. Ну правда, не знаю, там Сникерсы, может там Баунти упаковывают в Астраханском крае. Там, где упаковывают Марсы, а у Марсы упаковывает Илон Маск. Какие у него зарплаты, спросите у Илона Маска. Марсы сейчас упаковывает Илон Маск. Значит, зарплаты выросли за год на 13%, а скорее всего инфляция, как некоторые говорят, ну то есть она выросла как минимум на вот эту учетную ставку, то есть как минимум на 20. При этом IT-инженер получает 1500 долларов. То есть если ты упаковываешь Сникерсы 4000 долларов, если это IT, то 1500. Водителей такси. Не хватает 130 тысяч водителей такси, заявил один из представителей как раз-таки Яндекс такси. Яндекс это преступная организация, которая обслуживает российскую армию и вообще способствует массовым убийствам в Украине. Вот им нужно 130 тысяч водителей такси, которых у них нет, просто физически нет. Бюджет. Вот подтвердились цифры, которые я называл, что в следующем году в российском бюджете 142 миллиарда. Это расходы на войну и секретные службы. 142 миллиарда долларов, и это 40% от государственного бюджета. 40. В прошлом году было 33, сейчас 40. Но это снова без секретных статей, которые доводят эту цифру больше, чем до 50%. Есть ли вас еще чем-нибудь порадовать из этой статьи? Дальше начинаются эксперты. Эксперты расходятся во мнениях, сколько времени Россия может поддерживать все это в такой ситуации. Некоторые пишут, что могут поддерживать это в течение нескольких лет еще. Некоторые считают, другие экономисты считают, что нет, что это все скоро чебурахнется. Но говорят, что пока Китаем торгуют, пока нефть еще продают, то вот скорее всего удастся россиянам, тем не менее, продолжать эту историю. Тем более, что они в обход санкций покупаются через Казахстан, Кыргызстан, они приводят в список Грузию и Армению, а также то, что вот это ограничение в 60 долларов за баррель, которое наложила Европа, слишком высокое, то есть надо это, по идее, бы сократить, и тогда бы, возможно, было бы по-другому. Да, и тогда бы, возможно, было бы по-другому. Но пока вот так. Дальше все в руках, как мы понимаем, американцев. Наложат ли они новые санкции? То есть вот сейчас самый момент, знаете, как бывает такой момент. Вот когда-то, в 2022 году, мы перевернули войну, перевернули ее, опрокинув, как бы, российскую армию, когда она бежала из-под Киева, бежала из-под Харькова, из-под Николаева, потом она, значит, ну, потом еще был этот великий Харьковский разгром, и вот в этот момент, если бы нам дали кучу оружия, мы бы просто уничтожили бы Россию, мы бы дошли до Москвы, прям точно. Но американцы нам этого не дали. Вот сейчас сложилась точно такая же ситуация, только в отношении уже экономики России. Вот вы видели, я вам рассказал, что происходит в российской экономике, и если сейчас приложить в нужном месте рычаг, но приложить рычаг может не Украина, Украина не может это сделать. Ну, просто у Украины нет таких инструментов, ничего мы сделать не можем. А американцы могут. Если они сейчас вводят тотальные санкции, тотальные вторичные санкции, как видите, кстати, вот сегодня был интересный материал про БРИКС, почему БРИКС решил не вводить никаких систем платежей, единых, на которых настаивал Путин, никаких там супербанков, никаких систем БРИКС Пэй, ничего, потому что все боятся санкций американских. Китайцы боятся, индусы боятся, скажем, что дураки, подставляться, чтобы что, чтобы отмазывать Россию от санкций, ищи дураков в другом ауле. И Россия пошла искать в других аулах, вы же видите, через Кыргызстан покупает все. Сейчас все в руках американцев, поэтому нас так интересуют, собственно, выборы на следующей неделе. Роберт Де Ниро, помните такого? Леонардо Де Каприо, как выяснилось, не утонул на Титанике, а наоборот поддержал Камалу Харрис в предвыборной гонке. А мы-то про него плохо думали. Поддержал Камалу Харрис в предвыборной гонке, Леонардо сейчас, а вот Де Ниро открыто выражал свое пренебрежение к Трампу, используя нецензурную брань. Но я цитировать не буду. Трамп сегодня, в свою очередь, вчера вечером провел свой мега-съезд в Нью-Йорке, в Мэдисон-Сквер-Гарден, то есть в огромном баскетбольном холле, собрал полный холл, ну а что звезда, она и есть звезда. А вот его зам вообще совершенно не звезда, Джей Ди Вэнс, хоть он и диджей, а не звезда, считает, что не стоит принимать против России какие-либо меры из-за ее вмешательства в американские выборы, заявил он в интервью CBS News. Заявил, что это, говорит, бессмысленно. Многие страны будут пытаться манипулировать нашими избирателями, нашими выборами, то, что они делают, думаю, более важным вопросом является то, что больше всего отвечает нашим интересам по отношению к России, а не какую цену Россия должна заплатить за размещение видео в социальных сетях. То есть давайте, говорит, лучше с Россией сотрудничать, торговать нам это выгодно, а не контракупить ее за то, что она вмешивается в выборы в США. Пересекла ли Россия красную линию своими манипуляциями, спросили у него. Вэнс отметил, что считает это плохим, однако у него есть сомнения, что попытки вмешательства дадут какой-либо результат. Я просто призываю Москву это прекратить. Просто призываю, да. Я осуждаю россиян за финансирование фейковых просмотров в социальных сетях, но выступил против санкций. Сказал, что хочет стать следующим вице-президентом США и что моя работа как государственного деятеля не в том, чтобы заниматься бряцанием саблями. Вот видите, с саблями у них какая-то заморока. До этого кто-то сказал, что прекратите ядерные сабли. А, ядерные сабли прекратить потребовал новый генсек НАТО, господин Рюнте. А Вэнс сказал, что нет, я саблями бряцать не буду. Ну и, кстати, прижали его за жабры Джей Ди Вэнса, когда он сказал, что Украине придется отдать территории в обмен на мир. У него спросили на телеканале Ньюс Нейшн про то же самое. Он сказал, что я честно думаю, что украинцам придется самим принять это решение. Самим принять это решение. Американская внешняя политика слишком часто используется для обострения и продления конфликтов. Я хочу, чтобы американская внешняя политика была направлена на становление мира везде, где мы можем. Вот так. Одного мы такого мирного уже контрапупили. Это к нам пытался Гутерриш припереться после визита в Казань. Но мы сказали Гутерришу прямо, братан, у нас пирожков чик-чак нету. Все пирожки чик-чак, ты жрал их в Казани, у тебя еще морда. Отряхни морду, отряхни рот свой поганый от пирожков чик-чак. И потом уже к нам приедешь, и то если мы разрешим, а я думаю, что пожизненно неразрешим, как это сделал Израиль. Президент Зеленский лично запретил Гутерришу, так называемому генсеку, так называемому ООН, приезжать в Украину после того, что он ездил жрать на Российскую Федерацию. Ну вот мы почти добрались до Абрамовича. Но я начну издалека, начну с Чубайса. Говоришь Абрамович, начни с Чубайса. ФСБ Российской Федерации заявило о краже всех денег, выделенных на создание уникального планшета, который Чубайс носил Путину. Чубайс еще в 2011 году был главой Роснана, пришел к Путину, показал ему планшет, сказал, смотрите, это единственная в мире уникальная технология, гибкий планшет, мы сейчас их нафигачим в миллиард штук, и раздадим их всем школьникам России. Всем. Вот не миллиард, конечно, сколько-то миллионов. Раздадим их бесплатно всем школьникам России, и получил на это полмиллиарда долларов, 500 миллионов долларов получил на это Чубайс. Ну, в адрес Роснана, конечно. Прямо молодец. И поручил этой компании Пластик Лоджик сделать эти планшеты. В результате, как выяснилось, все деньги украли. Просто все украли вообще от начала до конца. Все деньги Чубайс украл. А теперь, что интересно, ну, как-то они пропали из Роснана, сейчас на него завели дело на всю эту историю, там, по-моему, не помню, какие-то опять-таки суммы идут, типа полмиллиарда долларов. Ну, вот, что мне интересно. Вот у них в России считается как? Если есть этот, как он, фонд борьбы с Кацем, да, ФБК. И, а банкиры украли какие-то деньги в России, а потом они отдают ФБК на честную борьбу, и это как бы нормально. И за это на них наезжает Кац и все остальные. А в это время Чубайс, как мы знаем, вот куда-то исчезли пластиковые, господи, пластиковые, гибкие планшеты. Но он приезжает в Израиль, Чубайс, и там на свои деньги открывает при Тель-Авивском университете Центр изучения России. Мы про это с вами много разговаривали, я вам все, подробности говорить не буду. И получается, Центр, как бы, Тель-Авивский университет, получается, берет деньги вот с ворованных планшетов, что ли? Мне вот интересно, ну в Израиле же меня смотрят, ну я же настоящий журналист в Израиле, провести расследование происхождения денег центра Чубайса в Тель-Авивском университете. Потому что с центром Чубайса в Тель-Авивском университете история ужасно грязная, просто ужасно грязная. И то, что Чубайс такой, это наплевать, это их дело, россиян. Но Тель-Авивский университет такой, получает грязные деньги россиян, вот так вот, с ворованных планшетов. Вот КАЦ сейчас в Израиле. КАЦ провел расследование по поводу ФБК, и это правильно, и это правильно. Но вот команда КАЦ, вдруг вы меня слышите, проведите расследование по поводу Чубайс, дал деньги Тель-Авивскому университету. Вам же самим будет полезно и интересно. Тогда вы станете настоящими борцами с коррупцией, причем в Израиле к тому же. С отмыванием денег на Западе, денег российских, взятых в бюджете России, взятых у Путина. Ну, это про Абрамовича. Я послушал, действительно, я что про Абрамовича. Мне было указано, что я никак не прокомментировал часть разговора Дудя с Роднянским, где было про Абрамовича речь шло. И Роднянский объяснял, какой Абрамович хороший человек, и что он всегда будет защищать Абрамовича, потому что Абрамович очень хороший, он помог ребенку поставить протезы на ноги, которые оторвала российская армия. То есть российская армия взорвала бомбу, ребенку оторвало ноги, а Чубайс его вывез к бабушке в Германию и поставил ему протезы. Но мне лично кажется, что говоря об этом, надо сначала сказать, сначала сказать, что Абрамович финансирует эту войну и оплатил бомбу, которую убивали ребенка. Но это как-то мы забыли сказать в этом все. В этом угаре забыли сказать. Почему я так утверждаю? Ну вот смотрите, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года Европейский Союз ввел санкции против российских чиновников и множество российских бизнесменов. Ограничение по Абрамовичу ЕС ввел 15 марка в рамках четвертого пакета санкций ЕС против России. Своё решение Евросоюз обосновал тем, что Абрамович – российский олигарх, имеющий давние и тесные связи с Владимиром Путиным, что помогло бизнесмену сохранить своё состояние. Кроме того, налогообложение бизнеса миллиардера является существенным источником поступлений в российский бюджет. А вот на каком основном… Да, Абрамович подал суд в суд против ЕС за эти санкции, но проиграл этот суд. Дальше. Абрамович попал под санкции Великобритании. Его обвинили в причастности к дестабилизации Украины, подрыву и угрозе территориальной целостности страны. То есть Абрамович, подрывая территориальную целостность Украины, но помог сделать протезы мальчику, которому Россия оторвала ноги. Его Россия, которую он финансирует. То есть одной рукой этот человек оплачивает десятки тысяч смертей украинцев, а другой одному мальчику сделал протезы. Десяти мальчикам, двадцати, тридцати, накормил двадцать наших пленных. И вот таких оправданий я вижу миллион. Но посмотрите, он же спас ребёнка. Он же спас того, он же помог этому. А в это время миллионы и миллиарды на войну. Когда объявили, помните, что он продаёт Челси, он поможет украинцам. Помог, что-то я не заметил. И не украинцам, а пострадавшим от войны. Пострадали от войны россияне, как вы знаете, в глазах Абрамовича. Поэтому, мне кажется, вот это отмывание Абрамовича достаточно мерзкое действительно занятие. И одна фраза была сказана, к которой я, собственно, зацепился, и из-за этого я начал с Чубайса, что ведь Абрамович, когда делает благотворительность, он никогда не говорит, чтобы его имя поставили на эту благотворительность. Я скажу, да, говорит. Да, ставит своё имя. Вот вам, пожалуйста, новость от этого года, 2024 год. Торжественное открытие. В Толерийском университете открыли инновационный наноцентр. И здание этого инновационного наноцентра. The inauguration of the Roman Abramovich building for nano and quantum science and technology. То есть, в Толерийском университете открыли здание имени Романа Абрамовича. Здание имени Романа Абрамовича. То есть, на деньги от убийства украинских детей Толерийский университет открывает центр квантовых наук. И пишет имя Абрамовича на этом центре. Вот это простой медицинский, к сожалению, факт.